Вот тема, вот аренда кабинета, плюсы и минусы. Так получилось, что мы снимали парочку кабинетов в аренду, и есть о чем рассказать. Если вы выросли из своей квартиры, если вы работаете на себя, вы работаете дома, и вам уже хочется немножечко добавить клиентской базы, или у вас как-то, ну, что-то меняется, вы растете, как-то вам хочется свой собственный уголок, вам не хочется, чтобы клиенты приходили там, где вы живете, чтобы они видели, там всякие семейные бывают обстоятельства, дети, ребенок, хотела сказать, дети, муж, родители, может кто-то пожилой, кто-то больной, там животные, ну, мало ли что, может быть неудобное место расположения, где вы живете, в каком-нибудь спальном районе, и поэтому хочется куда-то выехать больше в центр, чтобы были другие расценки у вас, может быть вы получили какую-то уже квалификацию, больше навыков, вам хочется, ну, короче, можно найти много причин, по которому хочется уже в аренду кабинета, может быть вы работаете, например, с кем-то, допустим, уже работаете в салоне, и разделяете свой кабинет со своей коллегой, и вам надоедает, что у вас тырят материал, вам надоедает шум и гам, вам хочется спокойно с клиентами поработать, чтобы чужие уши не слышали, что вы там говорите, потому что клиенты любят секретничать, они любят рассказывать всякое своим мастерам, а тут не порассказываешь, если вы работаете где-то в общем зале, все это шумит, гудит, я тоже работала в таком месте, и еще эти, дуют на вас, эти, как и поликмахеры на вас, дуют этими фенами своими волосами, потом не знаешь, как эти волоса собирают, это все сделано не для людей, и вот когда ты собираешься перейти работать на себя, то ты имею в виду, ты сразу на себя навлекаешь кучу задач, которые надо будет решить, во-первых, тебе надо будет сразу же оформлять ИП, или какую-то другую, как статус себе какой-то другой, я не знаю, ООО, там все что угодно, хотя бы мало занятый, если вы будете арендовать кабинет, именно кабинет в каком-нибудь офисном здании, или в каком-то другом помещении, вам все равно нужно будет какой-то документ, через который вам надо будет пересылать аренду, и вот только из-за того, что аренду не берут вот так из рук в руки арендодатели, им надо обязательно через банковский счет, но у нас было именно так, и в Красноярске, также было здесь, в Симферополе, что именно надо открывать банковский счет, и по реквизитам переводить обязательно в реквизитах, писать за аренду помещения, или там кабинета, это надо писать, и по-другому, ну у нас, по крайней мере, по-другому не получилось. Вы идете в налоговую, вам там кучу всего расскажут, или не расскажут, вам надо будет потом платить налоги, вот эти обязательные, которые, от которых никуда не лезься, и даже если вы будете не работать, будете не работать, будете не сама, вот самозанятые эти налоги-то не платят, а если вы откроете ИП, то вам все равно придется, даже если вы, я не знаю, там, вас нет, ну короче, не буду даже говорить чего, все равно вам придется, вот у меня первая группа инвалидности, я все равно платила налоги, я не освобождена от налогов, никак. И это ладно, заплатил налоги спи спокойно, это понятное дело, но это не самое страшное, конечно, что налоги. Самое интересное, это то, что вот, как было в наших случаях, вам надо обязательно будет, вот допустим, да, мы нашли помещение, которое нам понравилось, и по инфраструктуре, и все понравилось, и какой ремонт, и все, и цена, ну короче, все понравилось. И вы такой, а, обговорили, договор заключили с арендодателем, все, типовой договор, и вы приходите, начинаете работать, и вы понимаете, что у вас в этом, в вашем закололке, допустим, вы в торговом центре решили аренду снимать, какого-то офиса, или еще где-то, и вы понимаете, что вот этот вот ваш околоток не знает о том, что вы занимаетесь маникюром, вам либо надо пробежаться 150 раз, там, раздать всем визитки, но вы сможете раздать только тем, кто там работает, а тем, кто просто люди приходят, покупатели, если вы в торговом центре работаете, или где-то в офисном, кто будет знать, что вы делаете где-то маникюр, то есть только опять будет работать на вас сарафановое радио. И вот первая так одинаковая ситуация, которая была у нас во всех случаях. Вы не можете размещать рекламу, где-то повесить ее? Нет, вы можете, конечно, только денег дайте арендодателю за то, чтобы вы на своем собственном кабинете, или рядом где-то, допустим, ваш собственный кабинет где-то вот так вот повернуть надо, и он не сильно заметен прохожим, а где-то там более заметное место, там можно повесить рекламку, или на рекламные вот эти есть такие всякие штативы, как их назвать, и там стоит вот эти рекламные все. Туда тоже дайте денег, чтобы ваши визитки разместили. И это выясняется уже потом. Потом выясняется, что, например, как было в нашем случае, это не было обговорено в договоре, мы этого даже не знали, что у них, значит, была проверка по, помнишь, Костя, проверка по электрике, короче, ходили, проверяли. Нам позвонили, нас не было на работе, нам позвонили и сказали, уберите, пожалуйста, все свои электронные приборы. В смысле? Их тут столько? Какие? Ну все, говорит, я говорю, какие все? Ну, обязательно чайник уберите. Ну ладно, чайник, а лампы настольные тоже уберите. А вот у нас аппараты стоят, тоже уберите. А сухожар, а это все уберите, чтобы ничего не было. Куда? Ага, вот это никто никогда не обговаривал. И вот у нас был даже такой, знаете, непонимающий конфликт, ну даже не конфликт, а такой непонимающий разговор с работодателем. Мы работали в, ну это можно назвать, да, торговым центром, да, Костя? Ну, торговый центр. Ну, не торговый центр. Ну, просто торговый. И мы попросились на рекламку, чтобы, как бы, не знают люди, которые приходят, покупатели, там, которые по зданию ходят, они не знают, что здесь можно сделать маникюр, здесь можно обучиться и так далее, они не знают. Но они сказали, типа, вся реклама платная по зданию, где что вы хотите размещать, размещайте, но это все платно. Я говорю, ну, вы же сами в первую очередь заинтересованы, чтобы у меня клиенты были. У меня будут клиенты, у вас будут деньги на аренду. У меня будут для вас деньги на аренду. То есть замкнутый круг. Люди не знают, я как должна делать рекламу. То есть эта реклама, она же на вас тоже работает. Нет, у нас все в одинаковых условиях, если хотите, то есть кроме аренды кабинета, вы еще платите за рекламу себя самого. То есть это надо узнавать заранее. Что надо узнавать еще заранее? Заранее, если вы такие хитрые и умные думаете, я маслечко буду продавать для клиентов для увлажнения кутикулки или пилочки, и сделаю такой маленький себе уголок продажи, да? Тебе придут и скажут, шиш, вы не имеете права продавать ничего. А если вы хотите продавать, то это дополнительная стоимость к аренде. Это было ни в одном кабинете, который мы снимали. То есть продажа была запрещена. Поэтому надо это узнавать заранее. Можно ли вам поставить какой-то шкафчик с продажей какой-то продукции, если вы хотите, ну, допустим, какой-то лосьончик выставить, или у вас какая-то сетевуха есть, вы можете там какие-то шампуни продавать. Поэтому, допустим, в нашем случае, в последней аренде нам сказали, у нас здание не приспособлено к продажам, пожарные нам запретили торговать. Я говорю, ну тут нет ничего взрывоопасного. Вон там какие-то чипсы лежат, там еще какая-то мелочь, фрезы лежали, блесточки. Нет, если вы хотите продавать, то мы расторгаем договор в одностороннем порядке. Да, и плюс мы повесили несанкционированную рекламу. Они нам сказали ее убрать, что потому как они могут тоже в одностороннем порядке расторгнуть договор, аренды. Это все надо узнавать уже на месте, то есть все надо узнавать. Но это опыт наш, мы с вами делимся этим опытом. Вы можете, у вас может такого нет, но у нас такое было. Поэтому арендатель, арендодатель, он заточен только на то, чтобы получать деньги. Каким образом это будет, не важно. Где вы будете брать людей, клиентов, можно вывеску повесить, нет. Сколько это будет стоить, все это надо узнавать заранее. Вам надо обязательно узнать, насколько доступно здание в выходные дни. Могут ли клиенты ваши приходить в какие-то выходные, праздничные дни. Как это все открывается. Вот допустим, одно из помещений у нас было 24 на 7. Да, и вообще без проблем. Мы могли хоть днем, хоть ночью работать без проблем. Другое помещение тоже как бы без проблем. Но там была охрана, которой хотелось в выходной день поспать. Посмотреть телевизор. И они ходили, ну скоро, ну скоро, а вы долго, а когда? Да, и вот это действует на нервы. Или вы придете, а там закрыто. А мы вас предупреждали, что у нас сегодня будет закрыто. А я не помню, что вы нас предупреждали, что сегодня будет закрыто. Так что это тоже обязательно надо выяснять досконально. Насколько доступно помещение в праздничные выходные дни. Потому что выгонят вас с саными тряпками, скажут, хватит работать, нормальные люди же не работают, а вы работаете. А баникюрши, они помешаны, не могут день и ночь работать. Особенно выходные и праздничные, это сам максин на коз и перед новогодние праздники. Всякая коммуналка, всякие оплаты, которые обговариваются в договоре, они прописываются, сколько чего будет стоить и какая будет окончательная цена. Вот допустим, помнишь, Костя, у нас какая была ситуация? У нас не было в договоре прописано, что стоимость аренды входит уборщица раз в неделю. Это не было прописано. Но когда мы пошли узнавать, сколько будет стоить уборщица, они сказали, ну уборщица входит в стоимость аренды. Вот это тоже надо узнавать. Мы когда заехали в свой арендный кабинет, там был нормальный ремонт, и там были картонные стены. Я не знаю, мы же не специалисты, нам тепло, хорошо, уютно, хорошо, а полочки повешать. А это, они говорят, ну вы можете там вешать, повешать, все, что делаете, вы делаете. Но потом, когда вы будете съезжать, вы должны будете все оставить, как было. Да, было до вас. А я потом, мы подумали в одном месте, полочки повесить, там телевизор повесить. И мы такие подошли к этой стенке, постучали, говорю, что-то мне это сомнение берет, что эта стенка выдержит какие-то полочки. И мы даже не стали рисковать, там что-то вешать. Где-то провода пробьешь, мы же не знаем, где там, что, какие провода. Во второе помещение другое. Мы электрика призывали, чтобы он показал нам, где проходят провода, чтобы мы не продыряли каких-нибудь им электричества. Есть еще один пункт такой, который не обговаривается. Вы, например, приходите, а там из окна вот такие вот щели, вот такие вот дуют. Ветер на улице гуляет. И вы такие начинаете это все забивать, шпаклевать. Вы как бы это делаете для себя? Или там было такое страшное окно, что вы решили его покрасить, и вам никто за это не заплатит. Это лично ваша головная боль. Вот захотели себе красиво, сделай, пожалуйста. Не нравятся тебе стенки. А помнишь, как я говорю, а если нам вот стенки перекрасить? Они говорят, ну перекрашивайте, но потом, когда будете выезжать, перекрасите в тот цвет, в который они были. Нафиг надо вот спросить. Я вот записала вот это вот для себя, плюсы и минусы работы в съемном кабинете. Я так чувствую, что тут одни минусы. Поэтому там налоговая, заплати налоги, спи спокойно. Это цветочки. А вот это потом, когда с этим сталкиваешься, то там холодно. То, а если вам холодно, ставьте обогреватель, обогреватель нельзя, у нас зетка не выдержит. Ну, короче, это вы потом уже выясняете. Вот то, что не обговаривается в типовом договоре, это трудно сразу понять. Друг у вас там перед тем, как вы пришли, там закрасили, замазали, а там все время течет что-нибудь. Вы это знать не можете. А мы когда стали, кстати, говорить, помнишь, Костя, тоже был такой момент, когда мы стали говорить, что вот бы вы уменьшили аренду за то, что мы то-то, то-то сделали. Вот там они сказали, ну не нравится, гоу-гоу отсюда, так как вы здесь, ой, у нас очередь стоит. Поэтому каких-то прав там покачать еще и не получится. Вот, вот такие дела. Я уж молчу про туалет, Костя. Это было вообще что-то в помещении, не пускали в туалет. Вот это нормально, это нормально, вот я просто, я в шоке. То есть у нас там убирать некому, ну, говорю, давайте я буду доплачивать за уборку. Нет, там чуть ли не дошло до того, что мы хотели уходить с этой аренды, потому что мы все-таки добились, достучались до главной и попросили ключ, чтобы нам давали, только нам давали ключ для туалета. Это кошмар какой-то, вот глупость, ну, блин, какая-то несусветная. Ладно, надеюсь, этот ролик был для вас полезным. Вы сильно себя не загрузили, сказали, фу, на тебя эта аренда, не надо на мне, я работаю себе спокойно, я говорю, я не знаю, поэтому я не буду, не надо. А если у вас есть свой опыт аренды, напишите нам в комментариях, чтобы мы знали, как в этих ситуациях поступать. И как выкручиваться. С вами была Светлана Соколова и Константин Соколов. Светлана Соколов. Светлана Соколов.